Фёдор, вечер добрый. Это вот сейчас проект, на котором я работаю. Здесь получается параметрическая, как сказать, огромная площадка индустриальная, на которой есть анимационные куски, объекты, то есть есть обычные объекты расположены. Всё это нарисовано, получается, чёрно-белой картинкой, и в зависимости от картинки, то есть расставляются вот эти вот объекты. И здесь есть анимированные части объектов, то есть анимированные небольшие сцены. Сейчас это я не могу здесь найти. Давайте, такая большая карта просто получилась. Давайте я зайду, например, вот Car Movement, и вот здесь вот такая вот стоит грузовая машина, от неё вот здесь вот бегают стрелки, и стоит сигнальчик, потом есть, скажем, эскаватор. У него там двигается ковш, то есть он производит какие-то работы. Вот. Это вот такая вот... такой параметрический проект, сейчас, над которым я работаю. Также есть вот такая вот сцена. Здесь получается анимированный персонаж, он якобы нажимает там кнопку, и вот здесь вот тоже происходит анимация. Чоп-нетворком сделанная вот тут качалка, вокруг неё бегают там символы, то есть иконки по вот этим вот, по вот этому вайру, да, по вот этим линиям. Вот, вот эта вся сцена, она сделана с нескольких ракурсов. В целом здесь тоже всё параметрическое. Ну, некоторые объекты я моделировал, так как я архитектор, мне проще в скетчапе это делать, я потом их через 3дмакс перегоняю в будение, и там уже начинаю какие-то штуки добавлять. Есть очень много сцен, это вот за два года то, что я успел по различным урокам собрать всяких там штук, тоже именно в самой Гудине. Сейчас я такую покажу нарезку тоже из них. Это тоже один из уроков. Здесь перемещение типа дюны, песок. Это создание параметрических, электрических светящихся линий. Это работа с Fracture Objects, по-моему, через VOP я это делал, через, о, через POP Network, то есть. Это по уроку частицы, когда долетают до определенной поверхности, появляются объекты, там они могут увеличиваться со временем. Это тот знаменитый эффект появляющихся таких кубических линий из частиц. Здесь у меня сцена не кэшированная, но здесь я пытался поработать с RDB или RBD вот этими объектами, с частицами, как они... Ну, в общем, чтобы они выглядели как какая-то жидкость. Это светящиеся порталы всякие для игрушек. Я работаю в Unreal Engine тоже делаем. Там я делаю приложения учебные и там какие-то наработки использую, как ассеты. Портирую в Unreal и там дальше с ними работаем уже. Это Path Solver, который позволяет частицам передвигаться по клеткам и занимать какие-то свободные ячейки. Здесь я делал имитацию дождя, текущего, стекающего по стеклу. Я его где-то рендерил, сейчас если я вспомню, я его как картинкой тоже скину. Недавно начал изучать Velum, ну и тут тестировал, как для Unreal сделать параметрические там висячие какие-то хаотичные провода. Ну, в общем, здесь это только первые тесты с тканью. Здесь я рендерил что-то типа таких линий, вен, бегущих по ней, вместе с изменением цвета, да, в разных различных местах. Это было несколько таких вариантов. Один из них, кстати, есть у меня на Behance, я вам скину ссылку на проект. Это тоже VDB-тест с партиклами. Это было для одного школьного мероприятия.